Продолжение следует... О каких-то общих темах, плюс о альбоме группе Кипелов. Сначала общие вопросы, то есть более-менее общие. Какие-то вопросы имеют отношение к группе Кипелов, но не то чтобы к альбому. Начну я отвечать на вопросы господина Альберта Клячкина, жителя Латвии. Он пишет, что просит разрешения обратиться ко мне без отчества. То есть в Латвии это принято. Я, Альберт, вам отвечаю, что то, что принято в Латвии, я в курсе. Потому что мы там жили несколько лет. Не только мой папа, а папа у меня военный летчик. Освобождал Латвию, в частности Риеву, от фашистов. За что был занесен в списки почетных граждан столицы Латвии. Не знаю, сохранились ли эти списки сейчас. Смотрит ли кто-нибудь эти списки. И, честно говоря, у меня даже была как-то мысль, что если я вдруг захочу приехать в любимый город, то меня могут туда не пустить. Потому что все меняется, политика меняется. И отношение к тем, кто освобождал Латвию, в общем-то, у многих, особенно у молодежи, тоже меняется. Но мы остаемся при своих. Поэтому и песня «Тысяча сто», о которой вы спрашиваете, и в какой-то мере песня новая с нового альбома группы Кипелов «Рожденный летать» имеет непосредственное отношение к моему отцу, которого мы очень любим, помним и без которого, в общем-то, жизнь наша немыслима до сих пор. Что бы ни происходило в истории, и что бы кто бы ни говорил. Отец – это святое. Второй вопрос относительно, пишет ли кто-нибудь книгу о группе Кипелов, а может быть, Валерий Александрович даже надумает написать автобиографическую книгу. Не знаю, Антон Дульцев, не знаю. Поскольку писать книги о ролл-группах – это дело неблагодарное, что показывает, в общем-то, лично мой опыт. Потому что сейчас уже по прошествии некоторого времени, да, в общем, приличного отрезка времени с момента выхода книги «Легенда о динозавре» о группе Ария, и сейчас поднимается тема, что это совершенно другая история, что, в общем-то, все было совсем по-другому. Поэтому я всегда предлагала основу истинно-международному опыту, допустим, как вот выходят книжки об истории группы Лайдзепплин. Естественно, и План теперь по-другому смотрит на эту историю, и Пейдж по-другому у истории, но Гоном и нет. То есть, противоречия. Появляются противоречия, поэтому, я думаю, что надо писать, основываясь на опыте великих евангелистов, Евангелия от Матфея, от Луки, от Иоанна. Надо писать так, историю группы Арии от Алика Грановского, историю группы Арии от Андрея Большакова, историю группы Арии от Молчанова и так далее, и так далее, и так далее. А в конце какое-нибудь общее резюме. Поэтому, вот лично я бы не взялась бы больше писать книги о каких-то наших рок-группах. Ну, может быть, кто-то о группе Кипелов и напишет, но, если кто-то соберется это делать, моя такая искренняя рекомендация – очень внимательно опрашивать участников группы, участников в прошлом, и потом визировать эти истории, которые они рассказывают, чтобы они ставили свою подпись, чтобы потом они не говорили «нет, я этого не говорил». Относительно биографической книги. Ну, я думаю, что Валерий Александрович, конечно, не сможет написать биографическую книгу, потому что это очень долгий труд, это умение писать. Может быть, он читает это на кассету. У меня, кстати, такое предложение было, когда вот пошли разборки по темам, связанным с историей Арии. Я ему предложил, говорю, давай вот запишем на магнитофон то, что ты рассказываешь. Я расшифрую спокойно совершенно, и мы это опубликуем. Может быть, сын, который склонен к творчеству, возьмется когда-нибудь за книгу о своем отце. Может быть, дочка, тоже очень творчески славный человек. А может быть, и внучки. Я думаю, что у меня лично больше надежды на младшую, на Соню. Может быть, она напишет биографическую книгу о дедушке. Как он ей покупал игрушки, кроссовки и тортики, которые они не едят. Так, Павел Кирпулянский спрашивает. Маргарита, что вы слушаете недавно вышедшего? Хотелось бы узнать. Павел, я особо не слушаю новые релизы. То есть, ну так, поскольку там что-то на сайтах нахожу, что-то нахожу в сети, выкладываю себя на страницы, честно говоря, ну вот, интересная группа для меня, это Five Fingers Punch Dead, по-моему, называется. Или Five Punch Fingers Dead. В общем, не важно. Ну, особо, как бы, я не поклонница такой оперы, я такой музыки. Я всё-таки слушаю, скорее всего, много музыки из давно вышедшего, потому что это просто ближе мне по мелодике, по красоте вокала, просто по интересу. Допустим, вот Дил я слушаю постоянно, у меня постоянно работает Rock FM, там новинок не очень много, в основном идёт классика рока. Ну, честно говоря, эта классика рока греет мне душу. А вообще у меня вот такая тенденция в последнее время, даже не в сторону рок-музыки, меня всё-таки начинает сбивать в сторону классики. Я и так неплохо знаю оперу, но с удовольствием смотрю канал Культура, программу Большая опера, конкурс оперный, или те оперные спектакли, которые там показывают, из Ла Скала, или вот был недавно концерт Хворостовского замечательной певицы Рене Флеминг, даже где-то подпеваю, ну, Верди – это вообще моя любовь, итальянская опера – это вообще моя любовь. И тут просто смешной такой был небольшой эпизод. Николай Орутюнов – это такой певец, ну, кто не знает, блюзовый певец, прогроковый певец, очень интересный вокал у него. Коля принимал участие в записи «Окситании» нашей рок-оперы, исполнил партию «Мерзавца» Симона де Монфора с большим успехом. И он недавно ездил в Италию, был в Ла Скала, давали там оперу «Волшебный стрелок» Вебера. Ну, не того Вебера, который написал Дрюжос Крайст. Другой Вебер. И Коля очень удивился, когда я ему напела тему, там хор есть стрелков. Он говорит, «Господи, откуда ты знаешь?» Ну, вот плохо меня знают музыканты, с которыми я общаюсь. Я, конечно, рондо «Золушки» не смогу напеть, но слушаю с большим удовольствием. То есть всё-таки современная, быстрая, дыр-дыр-дыр и рычащая музыка – это как бы, ну, не моё. Хотя иногда можно послушать, чтобы узнать, что происходит в рок-мире. Георгий Гошмар, или Гошмар, извините, не знаю, как ставить ударение, спрашивает, «Как поэту? Как вам Оксимирон? Смотрите рэп-баттлы?» Ну, если всё смотреть, что происходит, и всё, что выкладывается в интернете, жизни не хватит, и тогда просто ничего не успеешь сделать. Честно говоря, я смотрела фрагмент рэп-баттла Гнилова с Оксимироном, ну, я не знаю. Во-первых, мне эти люди, чисто внешне, не очень как-то, ну, не в моей стилистике, что ли, я люблю таких хард-роковых мужчин, а это, ну, это, видимо, молодёжи ближе, такой имидж, я не знаю. Ну, смешно, конечно, но зарифмованно оскорблять друг друга, ну, я не знаю. Хотя, где-то я читала, то ли я слышала, что Оксимирон вроде там и в Кембридже учился, может быть, у него есть хорошие стихи, то есть, те, которые бы мне понравились, я не знаю, я просто не в курсе. А рэп-баттлы, иногда Иван Ургант в программу приглашает так называемых рэперов. Ну, ребят, я не знаю, то есть, это и не попадают люди в ноты, и не попадают люди в размер, и ещё раз повторю, что имидж, ну, это не мой имидж, то есть, смотреть на это, ну, можно с Олдкой посмотреть, уж извините, за ворчание, но не моё. Так, Дмитрий Соболев. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Скажите, пожалуйста, были ли ситуации, когда вы предлагали не только тексты, но и музыку? Здравствуй, Дмитрий. Ситуация такая была один раз, хотя я помню, когда я слушала группу Маршиба, и мы ехали на машине, не помню куда, с директором журнала «Рок Альманах», который я сдавала за близкий райдер, и бас-гитаристом группы СС-20 с Игорем Тарасовым, как-то мы ехали, и звучало Маршиба, и потом я что-то стала ему напевать, то есть вот восхищенной этими интересными вокальными такими пассажами. А потом, гуляя с собакой, я сочинила танго про ворон и предложила это группе СС-20. К сожалению, запись не сохранилась, то есть я потом наиграла на фоно, запись эта не сохранилась, они что-то пытались сделать, но теперь уже не найдешь, а что это было, я не помню, потому что у меня кассеты этой нет, а так восстановить, там какие-то смешные такое танго было, такое очень, даже не столько воронь, сколько человече, можно было потанцевать. Так что иногда бывает, но что делать, музыку мне предлагают другие. Вот интересный вопрос, Елизавета Глазкова спрашивает, вопрос не совсем по теме, но очень интересно, на вашем сайте Маргента есть стихотворение баллада о Железной Деве, Трех Братьях и Священном Граале. Текст значится как в работе. Можете ли вы хоть немного приоткрыть завесу тайны и сказать, что станет с этой прекрасной балладой, кто будет ее исполнять, или это еще неизвестно. Елизавета, большое спасибо, что вы заходите ко мне на сайт и интересуетесь не только текстами, которыми я сочиняю нашим музыкантам, но и тем, что я делаю как бы на свободе, в кавычках, ну так, свободное творчество. Текст действительно в работе. Мы договорились с одним из музыкантов, с которым мы уже делали несколько песен. Но, честно говоря, в последнее время он молчит, а так как вот сейчас очень много всяких событий, я его не беспокою. Но мы с ним договорились, что эта баллада будет разделена как бы на части, будет несколько вокалисток, которые такая мини-опера. Но пока это все действительно в работе. Хотя мне кажется, что музыкально решить это можно очень интересно, и девчонки, которые будут петь, они могут прекрасно раскрыться в этом материале. Так, Дмитрий Михайлис, Маргарита Анатольевна, если верить пояснению к песне «Новый крестовый поход» в Википедии, то вам интересна эта тема, и вы ее давно пробивали. А почему больше нигде не было песен на эту тему? Дмитрий, ну, дело в том, что есть такое правило. Исключение это только песни про летчиков. Я вот в начале ответов сказала, что так как это наша как бы семейная тема, то есть поэтому несколько песен про небо, про летчиков, про судьбу самолетов, стрелков и бомбардировщиков, и истребителей. А относительно «Крестового похода» была как бы арийская песня, причем, на мой взгляд, ее не совсем распробовали, ее совсем не поняли, не совсем ее поняли, хотя там была интересная такая отсылка к сегодняшнему дню, к исламскому радикализму и к борьбе с исламским радикализмом, но не прочитали. Может быть, не очень прямо это сказано, а завуалировано, но, в общем-то, мои сожаления по этому поводу. «Крестовый поход» меня по-прежнему интересует, есть мечта написать песню о детском «Крестовом походе», очень интересная история, а, извините, «Альбегойский «Крестовый поход», это у нас уже воплощен в рок-опере «Окситания», «Три действия», «Пожалуйста, слушайте, я не хочу», и там, в общем-то, все рассказывается про этот «Крестовый поход» против «Альбегойской ереси», то есть, все-таки не одна песня, а целая опера в трех действиях длительностью 2 часа 16 минут, я думаю, что и крестоносцы, и «Альбегойцы», против которых выступали эти крестоносцы, должны быть там, где-то, не знаю, где-то, очень довольны. Добавил селиво, за ним, и, 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 Продолжение следует...